Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Есть что сказать». У нас в гостях директор телекомпании «Четвёртый канал», академик Российской Академии телевидения Алена Вугельман. Алена, добрый день! Здравствуйте! Алена, я предлагаю сначала посмотреть сюжет «Четвёртого канала», снятый год назад, а потом мы обсудим вот эти события. Великая суббота Страстной недели. Иерусалим, старый город, 9 часов утра. Несколько сотен человек собрались у армянского храма Святого Якова. Сюда многие из них пробирались заранее, ещё до рассвета, чтобы занять место. Официальные пропуска есть, в лучшем случае у половины собравшихся. Нет их и у нашей съёмочной группы. На делегацию Екатеринбургской митрополии 160 человек выдали только 5 удостоверений, дающих право прохода в храм Гроба Господня и присутствие на схождение благодатного огня. Но шанс пройти есть всегда. В нашей небольшой группе, кроме журналиста и оператора, ещё четверо паломников и отец Максим из Екатеринбургского храма на Крове. Чтобы занять своё место у храма Святого Якова, мы вышли из отеля ещё в 6 утра. В 7 все выходы в старый город перекрывает полиция. Без пропуска сюда уже не попасть. В 9 начинают пропускать паломников. Тысячи людей стекаются к храму Гроба Господня по узеньким улочкам. У каждой конфессии свои браслеты. У армянской церкви они зелёного цвета. У паломников с Украины оранжевого и с Казахстана голубого. По этим браслетам пропускают сквозь полицейские кордоны. Всего их нужно пройти 5. Пропускают конфессии по очереди. У людей сдают нервы. Начинаются драки и давка. На то, чтобы пройти 150 метров, уходит почти час. Храм Гроба Господня тоже оцеплен полицией. Внутри люди занимают все шесть пределов. Но больше всего повезло тем, кого пустили в греческий. Слева за вратами Кувуклия. В ней Гроб Господень. Именно на него сходит благодатный огонь. Правда, этого момента придётся ждать ещё 4 часа. Но для тех, кто оказался здесь, это уже не важно. Хочу увидеть, хочу насладиться моментом. Хочу почувствовать всю прелесть этого события, этого праздника. Слава Богу, что мы здесь. Наверное, получить что-то сокровенное. Плечом к плечу все 4 часа стоят паломники из разных стран. Неожиданно замечаем экс-губернатора Александр Мишарин стоит в толпе вместе с супругой. Через 2 часа такого стояния начинается традиционная церемония православных арабов. Они кричат и бьют в барабаны. В начале 2-го в предел заходит патриарх Иерусалимский Феофил III. С ним священнослужители разных конфессий. В их числе и Нижнетагильский, и Серовский, и Пископ Иннокентий. И теперь уже бывший Екатеринбургский митрополит Викентий. Патриарх разоблачается, чтобы доказать, у него нет ни спичек, ни зажигалки. И заходит в кувуклию. Остальные священнослужители начинают крестный ход вокруг гроба Господня. В пределе гасит весь свет. Прихожане замирают в ожидании. Этот звон оповещает о схождении огня. Дальше от свечи к свече он расходится по паломникам. Люди умываются огнем, фотографируются с ним и спешат покинуть храм. Дальше этот огонь в лампадах разлетится по всему свету. Самолеты Екатеринбурга уже час ждет уральских паломников. Уже на борту епископ Иннокентий рассказывает, как все происходило. Появляются такие синенькие шарики, которые воспламеняются на самом гробе Господне. Мы его не пытаемся объяснять, верующие люди. Просто принимаем так, как есть. Благодатный огонь в аэропорту встречают представители Свердловских храмов. Частичку огня они увезли в свои приходы, где ночью прошли православные службы. Анфиса Тимирзиарова, Алена Вугельман, Александр Евтеев. Новости Н4 канала. Ален, а теперь как снимался этот специальный репортаж? С большим воодушевлением. Сложно снимался, безусловно. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо Екатеринбургской епархии за то, что нам предоставили возможность как победителям конкурса попасть в темночной группе «Великую субботу в Иерусалим». Я только хотела сказать, что вы эту возможность просто заработали, потому что из 50 участников там. Победили, да, получили такую возможность. Прилетели в «Великую субботу» в Иерусалим. У нас была экскурсия, и на самом деле не предполагалось, что мы попадем в храм Гроба Господня непосредственно. Вернее, мы даже в пятницу прилетели. Была всеночная. Что мы попадем на схождение огня, потому что была большая делегация, а пускай только по официальным пропускам. На делегацию, я уже не помню, то ли 140, то ли 160 человек была делегация из Екатеринбурга, Свердловской области. Было что-то порядка 12-14 пропусков. И понятно, что мы в число избранных никак не попадали, там были гораздо более достойные люди. Но быть там в «Великую субботу» в Иерусалиме и не попасть в храм Гроба Господня на схождение огня, это неправильно. То есть мы летели туда только за этим, и поэтому мы приложили все усилия к тому, чтобы попасть. Да, обходными путями мы не спали двое суток, вот фактически, вот с момента вылета из Екатеринбурга. Не ели двое суток с момента вылета из Екатеринбурга. И под предводительством отца Максима, настоятеля храма на крови нашего, маленькой группы, мы там тайными путями прошли в старый город на рассвете, как у Болгакова, да? Как, главное, видите, рассвет в Иерусалиме, мы его видели. Вот мы прошли тайными какими-то тропками, значит, пропусков у нас не было, чтобы нас не поймала полиция. Мы прятались в приходе армянской православной церкви, но нас такие вычислила полиция, нас под... И военные, нас реально под дулами автоматов выводили за территорию старого города, но они не знали, кто мы такие. Мы все равно вернулись обратно, мы проникли туда, нашли лазейки, что называется, тихонечко-тихонечко, прятались снова на задворках прихода армянского, видели, что идет... Они периодически патрулируют, чтобы были люди только официальные с пропусками. И мы когда увидели, что снова идет полиция, мы прятались там в каких-то зарослях, в кустах, где-то на задворках. Это была отдельная история, отдельные приключения. Потом мы влились в общую толпу, когда людей стали запускать, и там началось на самом деле самое сложное, потому что вот это вот... Там была толпа. Толпа людей, кто хотел прорваться, и даже наличие пропуска совершенно не означало, что вы туда попадете. То есть это должна была быть вот судьба, воля Господня для того, чтобы именно ты попал. Потому что очень многие, кто имел на руках пропуск, в результате они попали. Там было все. Там были давки, были драки, были скандалы, было все. И мы через все это прошли. И фактически вот непосредственно уже, чтобы попасть в Кубикюю туда, в Кубикюю, да, чтобы это все увидеть, ну там фактически я уже чуть ли не на коленях стояла и умоляла, опять же, служителя греческой церкви нас пропустить. Он спасибо большое, он нас пропустил. И мы попали в храм в 10 часов утра, и огонь сошел около трех. И все это время в переполненном помещении мы стояли фактически, вот я правда говорю, вот так вот, как солдаты с оператором. За все это время можно было только водички попить, которая с собой была. Спасибо, что нас предупредили, что нужно взять с собой воду, потому что иначе было бы просто плохо физически. И можно было попить воды и посидеть прямо на полу. Все. Больше было фактически ничего. А пол камеры приедут? Да, конечно. Ну ничего, через все прошли, все преодолели. Как вы видели, дождались схождения огня и были абсолютно счастливы. Когда ездили туда в 2009 году, тоже в Великую Субботу, ну помимо, конечно, вот этой сопричастности, вот этому чуду, после которого ты испытываешь невероятное какое-то вот счастье, которое хочется сохранить обязательно подольше, было еще одно чудо, я считаю, это изменились люди. Вот та группа, с которой мы шли, поначалу, ну, кто с кем был знаком, те так и держались и помогали друг другу. А под конец, вот это было какое-то всеобщее братство, и совершенно незнакомые люди думали, куда же нам поставить оператора, давайте мы его сюда, давайте, а пропустите, пожалуйста, им очень надо снять, ну, пожалуйста, пропустите. И вот это было тоже одно из чудес, которое там произошло, вот эти изменения в душах людей. Потому что когда стоишь и ждешь благодатного огня, и думаешь, что он сейчас именно по твоим грехам возьмет и не сойдет, вот, видимо, у каждого такие мысли приходят, и что-то меняется. Это безусловно. Мы, во-первых, когда вот мы проходили, проникали, да, туда вот этими узкими улочками старого города Иерусалима, где просто правда, ну, вот в определенный момент приходилось просто вжиматься в стену, чтобы вот тебя не зацепили дерущиеся перед тобой люди. А когда это были стычки конфликта между паствой, еще можно понять, я говорю, это люди, которые прилетают со всех концов земли в надежде туда попасть, и они, включается вот это вот массовое чувство, да, и когда ты понимаешь, что ты вот там в ста метрах, в пятистах метрах от храма, и у тебя может не получиться, люди уже прикладывают все усилия к тому, чтобы попасть. К сожалению, ну, вот мы никуда от этого не денем, и вся эта психология. Ну, тем не менее, ты можешь как-то это понять и оправдать для себя, да, какие-то такие же конфликты между служителями разных церквей, между батюшками, между священниками уже понять и принять гораздо сложнее. Ты думаешь, господи, ну вот эти люди ведь, вот они-то, наверное, не должны себя так вести. Хотя я честно скажу, в тот момент ты уже ни о чем не думаешь. В тот момент ты думаешь только о том, чтобы дойти, все. Вот ты больше не оцениваешь чувство, собственно, как состояние собственной безопасности и оператора, за которого ты ответственен, я была ответственна, да, мне было важно, чтобы с ним было все в порядке, чтобы он был жив и здоров, чтобы мы туда, вот все остальное, все остальные мысли потом уже тебя посещают. Вот пока ты стоишь с десяти до трех, вот так ты начинаешь думать. Мы еще вдобавок, когда прошли в храм, мы стали пытаться записать интервью с людьми, с разными, кто стоял вокруг, потому что, ну, мы делали репортаж потом по итогам, да, нам было важно записать людей. И один из батюшек, я не буду говорить, что сейчас не было никаких национальных упреков, очень агрессивно себя повел, то есть в буквальном смысле он на меня накричал, очень некрасиво себя повел. И была такая тоже конфликтная такая ситуация, но потом, вот пока все ждали, 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 и чем ближе был этот момент, люди разных конфессий начали на своих языках кричать, там, Иисус воскрес, да, там и так далее, и все подхватывали. И вот, то есть была такая очередность, когда там греки, армяне, русские, там еще, значит, и так далее, там на Италии, нет, нет, католиков не было, кто-то еще был, я не помню. И вот выстроилась такая очередность, и вот все из разных концов, из разных концов. Вот мы стояли здесь, значит, нас четыре человека, там где-то русские, там русские. И из разных концов храма слышится, значит, когда доходит очередь. Нас кричать, все хором, это такое объединение сразу же, такое очищение. И потом, когда огонь сошел, его несли по улицам, люди выходят, значит, вот там свечи зажженные, они выходят из храма и идут по этим, опять же, узким улочкам. И те, кто не зашел в храм, они-то ведь ждут для того, чтобы поджечь свои свечи, да, для того, чтобы прикоснуться к этому огню. И там уже неважно, с какой ты конфессией, на каком языке ты говоришь, все объединялись. Вообще, это было такое космополитизм, такое чувство объединения, такое чувство общности, что, вот правда, это тоже очень дорогого стоит. Вот посмотреть, да, именно как меняются люди, и ты понимаешь, что вот да, это чудо, которое всех объединяет. Алена, там в храме Великую Субботу происходит еще нечто для нас совершенно непривычное и немыслимое в русском храме. Я имею в виду православных арабов. Это да, да. Православные, ну, я, поскольку я знала, естественно, я готовилась, ну, и вообще, как бы, как человек верующий, я стараюсь быть в курсе определенных вещей, и, ну, конечно, все ждали. И, безусловно, есть же легенда, да, что, значит, когда арабов не пустили один раз... Огонь не сходил. Да, огонь не сходил, пока их не пустили, значит, туда. Вот. И мы еще все такие, ну, вот... И когда зашли арабы, они же там определенные ритуалы исполняют. Это, конечно, зрелище впечатляющее абсолютно, которое, ну, вот, я думаю, больше его вряд ли ты где-то увидишь. И тоже и так все замолкают, и такая абсолютная тишина, и пока они это все делают, там, пока они кричат, стучат на барабанах и так далее, да, это вот просто... Это стоит посмотреть. Причем я посмотрела у вас в репортаже те же люди, которые в 2009 году были. То есть, видимо, это даже какая-то привилегия, наверное, которую наверняка они не уступают никому, да. Ну, и понятное дело, что они не развлекаются. То есть, потому что сторонний наблюдатель скажет, который, может быть, видит это по телевизору, говорит, да что это за безобразие, да как это можно, да. А нет, они очень серьезно к этому относятся. Это прямо действительно какой-то обряд у них. Это обряд, это безусловно обряд. Это молитва, молитва, это обращение к Богу, но вот оно детское, оно напоминает, не знаю, болельщиков на стадионе, но оно очень серьезное какое-то. Ну, ведь эта форма не важна, важна суть, да, и важен посыл, откуда он идет. Если он идет от сердца, то пусть он будет в такой форме. Ну, и вот судя по тому преданию, которое мы с вами знаем, да, что действительно пока их не впустили, огонь не сходил, видимо, Господу и это тоже приятно, и он это принимает. Ален, спасибо вам огромное за то, что пришли за этот рассказ. До свидания. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok